Это новый вид читов, который придумали в 2020 году, из-за которого CS GO реально может прийти конец. Ейел, друзья, всем привет, меня зовут Алекс, и если честно, я сейчас немножко в шоке из-за того, что вообще смогли придумать. Ведь такого вида читов раньше не существовало, поэтому сегодня я вам расскажу про него подробней, что вообще он из себя представляет и почему из-за этого чита может не стать даже киберспорта. Ну а вы обязательно ставьте лайк, если вас тоже бесит, когда против вас попадаются читеры и руинят вам катки. Ну и не забудьте подписаться, ведь самые лучшие кейсеры давно это уже сделали, и нас уже почти 1 миллион. Ну и под этим роликом я реально постараюсь ответить на все комментарии. Мне кажется, все мечтают о крутом инвентаре в CS GO, чтобы там был нож, АВП, Зимов и другие крутые скины. Теперь вы можете это сделать не за сотни тысяч рублей, а за копейки. Ведь в моем магазине ключей и аккаунтов casemarket.net проходит классная распродажа. Аккаунт с ножом CS GO всего лишь 499 рублей. Аккаунт, где будет 50 рандомных вещей, может попасться даже АВП, Зимов, АК, Вулкан и другие скины, стоит всего 449 рублей. Да и вообще абсолютно все игры по минимальным ценам. GTA 5 179 рублей, PUBG 149 рублей, Rainbow Six всего 129 рублей. Ну а по промокоду октобер30 вы получите еще скидку 30%. Ссылка будет в описании. Итак, начнем с того, я думаю, все знают, что такое читы. Это какая-то программка, которую вы скачете себе на компьютер, и у вас в CS GO появляются ВХ, АМБОТ, Радар и другие виды читов. Ну и понятное дело, компания Valve с такими читами борется очень быстро, выпуская какие-то новые обновления. Да и просто выдавая вагбаны этим игрокам, которые их используют. Но два месяца назад придумали новый вид читов, который, во-первых, вагб вообще не может вычислить. Даже если полностью проверить ваш компьютер, этот чит обнаружить невозможно. И я уже просто уверен, что компания Valve уже знает про существование этого чита, потому что на Западе, там в США, во-первых, его начали использовать многие, а во-вторых, сейчас на этот чит просто дикий хайп. И создатель этого чита для CS GO зарабатывает сейчас сотни тысяч долларов. Но, друзья, повторюсь, после просмотра этого ролика, не бегите, не покупайте читы, это очень плохо. Чтобы вы понимали, этот чит не программа. Это специальное устройство, которое вы подключаете к своему компьютеру. И ранее люди также пытались создать такой чит, но ни у кого ничего толкового сделать не получалось. Выглядит он примерно вот так вот, это обычная плата, которая подключается к вашему компьютеру, а именно в PCI-слот на материнское плате. И поэтому он полностью не взаимодействует с программным обеспечением вашего компьютера. И ВАК просто даже не может это вычислить. Грубо говоря, этот девайс подключается к вашему компьютеру и считывает всю память без программного обеспечения. И поэтому каждый раз, когда вы входите в CS GO, ВАК полностью сканирует ваш компьютер. И в принципе, вы выглядите как абсолютно чистый игрок без читов. Но на самом-то деле, чит подключен напрямую к памяти компьютера, которую ВАК просто не может проверить. Поэтому невозможно узнать, играете вы с читами или вы играете без читов. Это как подключенная флешка к вашему компьютеру, это как подключенная мышка к вашему компьютеру. Ведь я думаю, все помнят, недавно обновили ВАК. И это сказалось, если честно, даже на мне. То есть я использовал программу для записи экрана, чтобы записывать видео по CS GO. И теперь ВАК думает, что это какой-то чит. И когда я запускаю эту программу для записи экрана, CS GO просто закрывается. Всё. И что самое интересное, многие обычные читы уже придумали обход этой системы. А разработчики моей программы для записи экрана эту систему придумать не могут. Это на самом деле очень сильно бесит. Но единственный плюс, что компания Valve старается бороться с читами и выпускает такого рода обновления. Но вот подбороть новый чит, мне кажется, лично вообще невозможно. И теперь самое-самое интересное. Этот чит даже работает на фейсите, на эссея и, конечно же, на всех проматчах. И это, наверное, самый большой минус. Так как я думаю, вы знаете, что сейчас происходит на про-сцене. Есть какие-то странные игроки, которые играют очень подозрительно. И теперь таким людям будет читерить намного ещё проще. Ведь даже когда их теперь будут подозревать, доказать их виновность невозможно. И теперь, что самое интересное. Какие виды читов существуют в этой микросхеме? Самый-самый беспалевный это радар. Когда вы подключаете их в микросхему к вашему компьютеру, вы можете на любой другой компьютер, либо же на планшет, либо же на телефон, передавать изображение карты, то есть радары. На котором вы просто видите всех ваших противников. То есть, грубо говоря, в виде действия чита вы будете вообще на телефоне, либо же на другом компьютере. И теперь вы только представьте, насколько сложно будет пофиксить этот чит. Потом там есть ещё какой-то супер новый чит лично для меня. Лично я его назвал звуковое какое-то ВХ. Потому что, когда ваш прицел не наведён на вашего противника, звук один. А когда вы наводите на вашего противника, хоть даже через стены, звук абсолютно другой. И причём звук исходит с микросхемы. Ведь там есть встроенный динамик. Поэтому так же само. Невозможно определить, играете вы с читами или нет. Понятное дело, кроме этих супер беспалевных читов, там есть ещё и обычный АИМ, который просто внедряется в память вашего компьютера и нормально себе функционирует в CSGO. Но вот уже за АИМ вы спокойно сможете получить не вагбан, потому что этот АИМ ваг скорее всего не вычислит. Но вот накидать вам репортов спокойно люди смогут. И поэтому, когда будут просматривать демк вашего патруля, вас могут спокойно и забанить. Но лично мне сейчас реально даже страшно, что на про-сцене могут появиться какие-то новые читеры, которые, допустим, будут играть в матчи офлайн, а не онлайн, и использовать данный вид читов. Так как любая защита, не то фейсет, не то эссея, не поможет вам вычислить и обезопасить игру. Где его купить, сколько он стоит, как его правильно подключить, этого я рассказывать не буду, потому что читы рекламировать я не хочу. И в этом ролике я вам просто рассказал, что такое существует. Ну и реально, ставь лайк, если уже настолько задолбали эти читеры. Особенно, когда они мешают тебе апнуть звание. Ну и обязательно подписывайся, ведь нас уже скоро будет 1 миллион. Реально, все ждут одного тебя, парень. Ну а на экране у тебя появились интересные ролики с моего канала. Просто кликай и смотри. Ну а меня зовут Алекс. Всем удачи и до скорых встреч.